Казанская икона Божьей Матери И над кроваткой ребенка было принято вешать Казанскую икону Богородицы В защиту от духовных и физических недугов Икону дарили молодоженам во время венчания для хранения семьи К Казанскому образу Божьей Матери обращались с молитвой Когда просили исцеления от болезней Ей молились, боясь внезапной смерти И брали с собой в путешествия Но главное, Казанская икона Божьей Матери Не раз спасала Россию в лихую годину Именно поэтому еще с 1613 года на Руси Особым образом отмечался праздник Казанской иконы Божьей Матери Причем с 1649 года и вплоть до революции 22 октября по старому стилю Или 4 ноября по новому Считался праздником государственным Так была узаконена всенародная любовь к образу В 2005 году Россия впервые отметила День народного единства И он был приурочен к дате празднования Казанской иконы Божьей Матери Сегодня, 4 ноября, отмечают праздник иконы Казанской Божьей Матери Во всех церквях России проходят праздничные службы Почитают этот образ, который сделал нашу страну более сильной и более сплоченной Это великий день для всех православных христиан Ведь всегда эта икона служила утешением и защитой всему русскому народу Также с ней связано множество великих чудес Богородицы Казанская Богородица была найдена в результате страшного пожара в Казани в 1579 году Который начался в церкви и перекинулся на жилые дома Изначально это породило хаос и безверие в людях Впоследствии под обломками церкви была найдена икона Которую в своих видениях наблюдала одна девочка Странным образом лик не пострадал, что уже было истинным чудом, учитывая масштабы пожара Икону перенесли в Благовещенский собор Организовали крестный ход, который сплотил людей и вновь вернул им веру, наставив на путь праведный Уже в самом начале, когда крестным ходом икону несли в Благовещенский собор Прозрели два слепца Это было первое чудо Далее многие больные люди исцелялись от болезней, когда прикладывались к иконе Казанской Божьей Матери Одержимые бесами очищались от их влияния Люди получали спасение, молясь у иконы и прикладываясь к ней Икона помогала народу и в смутное время, когда в нашу страну вторглись поляки Именно с этой иконой на руках и молитвой на устах первым и вступил в Белокаменную Москву в 1612 году князь Пожарский Покончив со смутой и польскими интервентами Великий полководец Кутузов молился перед этой иконой, прося Господа Бога помочь ему одержать победу над французами в 1812 году В 1941-м митрополит Илья получил откровение свыше, молясь перед иконой Он передал все высшему руководству, и Сталин не отверг этих советов, а последовал им С иконой Казанской Божьей Матери облетали города Москву, Ленинград и Сталинград В итоге первые годы страшной Великой Отечественной были пережиты, а война выиграна Многие годы эта икона была символом единства русского народа Она всегда защищала и давала надежду, особенно в смутные и самые страшные времена для нашей страны А мы желаем вам добра, любви и счастья Пусть икона Казанской Божьей Матери хранит и вас, как хранила все эти века наших предков Молитесь о счастье и здоровье перед данной иконой В каждой квартире, в любом доме должна стоять икона Казанской Божьей Матери Которая будет оберегать всех живущих там людей от всякого зла Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok